Здравствуйте, с воскресеньем дела. Добрый день. И с праздником встретим. Спасибо, Христос, так же у вас. Я вам звоню поговорить по поводу воинской службы, потому что мы начинали эту тему и как бы не продолжили. Я подготовил небольшой доклад, скажем так, цитаты святых отцов. Хотел вам зачитать, но это буквально 10 минут. Вы меня послушайте, пожалуйста. 10 минут это слишком много. Слишком много. А что в докладе? Вы конкретно места покажите, не обязательно все выслушать. Я уже по частям буду говорить. Правильно или неправильно? Говорите. Ну просто смотрите, знаете, когда проводятся диалоги или действуют, обычно дается время, чтобы человек высказал свою позицию. Я засек это буквально ровно 10 минут. Мы все равно будем говорить где-то полчаса, 40 минут. Ну, почему? Давайте вы послушайте, а потом поговорим. Хорошо? Можно? Вы только по фактам говорите. В ответ я вам только скажу, что вы зайдете. У меня к истинному православию книга на сайте. И там тема. А я говорю вам, любите врагов ваших. Там все доводы. Во-первых, священное писание, каноны, жития святых, труды святых отцов. Вот четыре, на что я опираюсь. Говорите. Хорошо. Святые отцы о православных воинах и о войне. И Сидор Пулсиот говорит о необходимости различать воины справедливые и несправедливые. Воины наступательные и оборонительные. Воины воспламеняются больше всего ради приобретения чужой собственности. Но не должно обвинять всех ведущих воины, положивших начало или нанесению обиды, или хищению справедливо называть губительными демонами. Отмщающих же умеренно не надлежит и укоряет, как несправедливо поступающих, потому что делают дело законное. Блаженный Августин Японский говорил, «Война может даже приносить пользу, так как уничтожает или ослабляет произвол злон равных людей. А осуждение некоторыми воинской службы в действительности возникает не из религиозных мотивов, а по трусости. Поэтому в заповедь не убей, отнюдь не приступают те, которые ведут войны по полномочию от Бога или будучи в силу его законов, то есть ввиду самого разумного и правосудного распоряжения, представителями общественной власти наказывают злодеев смерти». Филарет Московский. «Бог любит добродушный мир, и Бог же благоставляет праведную брань, ибо с тех пор, как есть на земле немирные люди, мира нельзя иметь без помощи военной. Честный и благонадежный мир большую частью надо завоевать, и для сохранения приобретенного мира надо, чтобы сам победитель не позволял заржаветь своему оружию. Война — страшное дело для тех, которые предпринимают ее без нужды, без правды, без жажды коры, без обладания, превратившихся в жажду крови. На них лежит тяжкая ответственность за кровь и бедствия своих и чужих. Но война — священное дело для тех, которые принимают ее по необходимости в защиту правды, веры и Отечества». Святитель Феопан Затворник. «На воинах и воинах часто видимое Бог являл благословение и бедхом, и в Новом Завете. А у нас сколько князей прославлены мощами, кои, однако же, воевали. В Киево-Печерской лавре в пещерах есть мощи воинов. Воюют по любви к своим, чтобы они не подвергались плену и насилиям вражеским. Что делали французы в России, и как было с ними не воевать? Равна апостольный Святого Равна апостольный Кирилл. «Христос Бог нас повелел нам молиться за обижающих нас и благоволил им, и благоволить им. Но Он же заповедал нам, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Поэтому мы терпим обиды, которые причиняете каждому из нас отдельно. Но в обществе защищаем друг друга и полагаем свою жизнь за братья наших, дабы вы, увлекая их плен, не пленили вместе с телами и души их, склоняя благочестивых к своим злым и благопротивным делам». Святитель Дмитрий Ростовский. «Те враги, которые воюют с нашим христианским Отечеством и враздуют против нашей благочестивой веры, тех не только нельзя любить, но даже необходимо выступать войной против них, полагая душу свою за христианское царство и целостность Церкви». Святитель Николай Сербский в письме к воину Иоанну пишет. «Ты пишешь о чудесном случае, когда ты приключился с тобой на войне. Кто-то перед началом битвы раздавал солдатам Евангелие. Ты едко заметил, здесь требуется сталь и свинец, а не книги. Если сталь нас не спасет, то книги и подавно. Вот какое замечание ты сделал тогда. Ибо до того дня ты веру Божию полагал за ничто, но все же ты взял книжечку и положил ее во внутренний карман с левой стороны. И что же случилось? Ты сам говоришь «Чудо Божие!» И я подтверждаю это. Вокруг тебя падали раненые. Наконец был повержен и ты. Попало в тебя стальное зерно. Ты схватился рукой за сердце, ожидая, что хлынет кровь. Позже, когда ты разделся, ты нашел застрявшую в твердом переплете книжечку пулю, которая метила прямо в сердце. Ты задрожал, как в лихорадке, перст Божий. Святая книга спасла твою жизнь от смертоносного свинца. В тот день ты считаешь твоим духовным рождением. С того дня ты стал бояться Бога и внимательно исследовать вероучение. Господь милости своей открыл тебе глаза. Одни на войне погубили тело, иные душу. Первые потеряли меньше, а некоторые душу свою обрили, и они истинные победители. Были и такие, кто ушли на войну, как волки, а вернулись, как агнцы. Я многих таких знаю. Это те, кто, как и ты, благодаря какому-то чудесному случаю, ощутили, что невидимый Господь уступает рядом с ними. Святитель Иоанн Златоуст. Ты выставляешь предлогом воинскую службу и говоришь, я воин и не могу быть набожным. Но разве сотник не был воином? А когда говорит он Иисусу, что я недостоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово, выздорове слуга мой, и, удивившись, Иисус говорит истинно, говорю вам, в Израиле не нашел я такой веры. Военная служба нисколько не послужила для него препятствием. Святитель Василий Великий. Неужели воинский чин лишен надежды на спасение? Неужели нет ни одного благочестивого сотника? Припоминаю первого сотника, который, стояв при кресте Христовом и по чудесам сознав силу, когда еще не остыла дерзость иудеев, не убоялся их ярости и не отказался возвестить истину, но исповедал и не отрекся, что воистину был Сын Божий. Матфея 27, 54. Знаю и другого сотника, который о Господе, когда был еще во плоти, познал, что он Бог и царь сил, и что ему достаточно одного повеления, чтобы через служебных духов посылать постобия нуждающимся о вере. О вере его и Господь подтвердил, что она больше веры всего Израиля. А Корнилий, будучи сотником, не удостоился ли видеть ангела и напоследок через Петра не получил ли спасения? Боженный Федорит Кирский. Поскольку много различных родов жизни благочестивой, жизнь монашеская и общежительная, жизнь пустынная и городская, жизнь гражданская и военная, в каждом же роде жизни можно угождать Богу, то не без причины изречено, кто есть человек, боящийся Господа, установит закон ему на пути, который он избрал. То есть в том роде жизни, какой решился человек проводить, даст ему приличные и сообразные законы. Так святой Иоанн Креститель, вопрошавшим мытарям советовал не брать больше установленного, а воинам никого не обижать, довольствоваться оброками, то есть определенную пищу и зарплаты. Святой Иоанн Мозг приводит рассказ об Ипполаде. В Александрии был воин по имени Иоанн. Он вел следующий образ жизни. Каждый день с утра до 9 часа сиживал он в монастыре Ближескода, в храм Святого Петра. Он был одет во вретище и плел корзинки. Все время молчал и совсем ни с кем не разговаривал. Сидя у храма, он занимался своей работой и только одно возглашал с умилением. Господи, от тайных моих очисти меня. Да не постыжусь в молитве. Произнесайте слова, он снова погружался продолжительной молчании. Николай, маленько подождите. У вас экран уполз, у вас только глаза одни видать. А, я извиняюсь, просто я... Меня видно или нет? Вот сейчас видно, еще повыше маленько сделайте, а то вверху много пространства. Вот так. Ну маленько еще, как бы опустите верхнюю рамку к себе. Вот так. Осталось немножко, потерпите чуть-чуть. Еще, я говорю, чтобы вас видеть. Я еще вас остановил. Хорошо, я понял. В Александрии был воин по имени Иоанн. Он вел следующий образ жизни. Каждый день с утра до девятого часа сиживал в монастыре близ входа во храм святого Петра. Он был одет в обретище и плел корзинки. Все время молчал, ни с кем не разговаривал. Сидя у храма, он занимался своей работой и только одно возглашался умилением. Господи, от тайных моих очисти меня. Да не постыжусь в молитве. Разнося эти слова, он снова подгружался в продолжительное молчание. И затем снова по прошествии часа и более повторял те же восклицания. Так он возглашал раз в семь в течение дня. Ни слова не говоря ни с кем. В девятом часу он снимал вредище, одевался в воинские одежды и шел к месту своей службы. С ним я пробыл около восьми лет и нашел много назидания и в его молчании, и в его образе жизни. Такому же настоящему христианину написал письмо и святитель Василий Великий, говоря, «Я узнал в тебе человека, доказывающего собою, что в военной жизни можно сохранить совершенство любви к Богу, и что христианин должен отличаться не по кроем платья, но душевным расположением». Святитель Афанасий Великий в послании к монаху Амуну, которое было утверждено как общецерковное учение на 6 и на 7 Вселенских соборах, пишет, «Убивать непозволительно, но истреблять неприятеля на войне и законно, и достойно похвалы. Поэтому отличившиеся в браниях удостаиваются великих почестей, им воздвигаются памятники, возвещающие об их заслугах». Вот, в принципе, это всё. И есть ещё у меня, конечно, подборка цитат из Евангелия, но это в процессе беседы. Если будет необходимость, я могу из Евангелия привести некоторые цитаты. Ну, некоторые из них я уже озвучил, там, о сотнике, и ещё есть другие моменты. О мече, когда Господь говорит, что взявший меч от меча и погибнет, на мой взгляд, и я читал такое мнение, что здесь, наоборот, не есть повеление того, что нельзя брать оружие, а есть повеление того, что воин Агреса будет наказан за своё преступление воинам-защитникам. То есть «не бери меч, от меча ты и погибнешь». Это как предупреждение, а не как, скажем так, указание, что вообще нельзя брать оружие. Тем более мы знаем, что апостол Пётр также выхватил меч и ударил. Он был приближённым одним из самых, считается, старших учеников среди апостолов, и он всё-таки сделал это действие. Почему он так поступил? Если бы Господь постоянно говорил о том, что этого делать нельзя, смог бы ли он приступить к заповеди? То есть возникает много вопросов. И где есть конкретно в Евангелии места, которые запрещают воинскую службу и говорят о том, что воин не может спастись? Всё? Да. Так, коротко, весь монолог ваш, что вы выбрали, подчёркивает следующее. Вы в конце только сказали, что можно было взять и из Евангелия. Значит, ничего и не взяли. То есть Евангелие вообще пренебрежённое, его как будто там и не было никогда. Нет, дело в том, что... Я прошу не перебивать. Это не годится. Всё. Я вас ни разу не перебил. Молчи, молчи. Мы договорились беседовать с прицелом на вечность, где Господь будет нас судить не по Афанасию, а по Слову Своему. Я хотел, чтобы вы немножко ручкой записывали, что я буду говорить, вместо Писания. Только Библию. Один момент сейчас я возьму. Да, пожалуйста. Да. Евангелие от Иоанна 12, 48. Потом посмотрите. То есть это эпиграф ко всему разговору. Господь говорит, я вас не сужу. Слово, которое я говорю, оно будет судить вас в последний день. Последнего дня ещё нет. То есть когда воскресит живых и умерших, всех вместе поставит перед собой, будет страшный суд. И судить будет по написанному. Поэтому всё остальное сгорит в огне. И написано, летел посреди неба ангел и нёс вечный Евангелий. Ни одной книги на земле нет. То есть сгорит земля и всё, что на ней. И мы должны с этим согласиться, что там не будет Господь нашей библиотеки переворачивать. Так вот, давайте мы посмотрим по Слову Божию. Запишите. Откровение Иоанна Богослова. 13 глава, 10 стих. Считаю. Кто ведёт в плен, тот сам пойдёт в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. То есть вам надо воевать, вы пойдёте воевать. Господь говорит, пишется памятная книга. Вот сейчас мы считаем Ветхий Завет. И Господь пришёл к людям, которые знали всё-таки законы. Говорит, а вы слышали? А как считаешь? Постоянно говорил. Как написано? Слово написано постоянно встречается. То есть дальше говорит, а я говорю вам. Слово а я означает противоположное совершенно. Было написано ненавидеть врага, а я говорю вам любите врагов. Это вы не упоминаете. Нет больше любви, кто отдаст душу. А тут человек идёт души вытряхивать. И главное, на войну пошёл злой, а с войны пришёл добрый. Да это бредня пьяной старухи, как Златоуст говорит. Берут нормальные люди, выходят оттуда волки. И которые преступления, вот эти братки, банд формирования, это все, которые побывали в Афганистане. Они знают, как подрывать друг друга. Они уничтожают друг другу. Все мафиозные структуры наполнены теми, кто был там. Полковник Буданов. Изнасиловал. Эль Закунга его. И убил. Да. Вы знаете, чем это закончилось за него? Нас интересует одно. Что сказал наш Господь? Вот вы приводите к Корниле. Я насчитывал жития святых. И скажу, что... Ну, не только что недобросовестно. А никакого отношения это не имеет. Корнилий воин. И если он обратился, дальше мы считаем его жития святых. Он все, сразу подал рапорт, ушел. И теперь он работает в другом направлении. Это ложный посыл. И все посылы, которые вы брали, высказывания, это все до единого взяты от тех, которые были уже при государственной власти, о государственной церкви. Когда шагу не давали им пикнуть. Поэтому побежали все воины. Все побежали куда? У Иоанна Златоуста, друзья, их называют братья Долгие. Три брата, высокий ростом. Патриарх Александрийский Феофил прибыл. Вы знаете, он ищет их. И посылает в пустыню воинов. И они убивают. И их не находят 10 тысяч монахов. Так это не сусликов убили. Не ворон. Монахов, которые никому не мешали. 10 тысяч. Кто ведет в плен, пойдет в плен. Заканчивается Библия и говорит нам, ты убивать пошел. А на войне можешь не убивать. А зачем ты там нужен-то? Война для того, чтобы нападать. Вот такой же нашелся у меня герой. Так же доказывает. Я говорю, сейчас отправляют в Афганистан. Ну, знаете, вот эта власть Ельцинская, я бы тоже священник подумал, благословлять или нет. Россия вела захватические войны. Когда говорят, казанские сирота, означает, в Казани не было отцов. Все было убито. И нам татары этого никогда не простят. Они разрубят Россию пополам. Казань встанет поперек нам. Это все еще нам отрыгнется, и отрыгнется очень дорого. Россия рвала все под себя. И, наконец, лопнула, расселась. Польша была под ней. Финляндия была под ней. Порт Артур. Лезли, конца края нет, и все хватали и хватали. Шестая часть суши. Это что, все божественное было? Вы подумайте. А как надо было? Ну как, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. А вы сказали, а вот Петр Христос, да Христос же ему сказал, вы не добавляете. Он сказал, вложи меч твой в ножны. И оттуда его никто не может извлечь. А только Папа Римский говорит. Но если я скажу извлечь, вы должны извлечь его. Мы воевали с кем? Русские я имею в виду. А они от тех людей, с кем не воевали. С католиками воевали. С грузинами православными воевали. Еще не обсохла кровь. В Афганистан полезли зачем? Туда даже царь никогда не лез. Сколько их там погибло? Сейчас только стоят вагоны с обгорелыми 400, солдатиков лежат. По сегодняшний день ДНК не могут сделать, определить, кому они принадлежат, эти тела. Так, а как защищать? А зачем защищать? Собирай сумму и иди. Был только один пророк, не патриот Иеремия. Он говорил, откройте ворота, впустите на Ходоносора. Его считают предателем. Посмотрите в фильме Иеремия. Очень сильно поставлено. С чем закончилось? Тем, что Израиль был полностью уничтожен. Царя слепили, детей его убили. А до этого, до этого пошел бы с сыновьями, был живой, садите виноградники, выдавайте детей своих замуж, жените, и все будет. Пришло время рассчитываться. Режьте кабанщика. Богу напоперек не надо ставить. А почему вы не воюете против землетрясения? Против цунами? Да как воевать? А как против войны воевать-то? Гитлер не родился бы. Такое сглодеяние сделали. Убили царя. Царское семейство. Репрессии 37-го года. Речь идет о 100 миллионах убитых. Для этого рождается Гитлер, чтобы отомстить. Он не родился бы. Его мать не защищала бы его. Он в утробе умер бы у нее. Вы рассуждаете, это не вы. А что вы набрали-то? Вы набрали людей, которые никакого отношения не имели к войнам. Они не воевали. Говорят, а как Сергий Радожеский благословил? Кого он благословил? Вот там Аслябе. Он анафеме предан должен быть, Сергий Радожеский. Почему? Каноническое правило. Если человек взялся за воинское, вернувшись, будучи воином, за монашеское, вернулся обратно, он будет предан анафеме. И ему что, каноны по боку? Или Сергею все положено? Что, закон с двойной здесь, говорят, рассмотрением? Так не может быть. Я несколько моментов мог бы только вам просчитать, если будет нетрудно. Внимательно записывайте, я быстро постараюсь. Внимательно пока запишите. Мы все братья на земле. Деяние 17, 26, 27. Деяние. И третье езды, 7 глава. А воины делают только дьявол. Иоанн 8, 44. 8. Это 8 глава, 44 стих. Вы только запишите, потом отдельно посмотрите. Да, да, да. Вот. Дальше. Хорошо. Ага, да. Откровение 12, 10. С неба сброшен дьявол, клеветник. Клевещие друг на друга. Вот сейчас говорят, ну, некоторые бьются за канонизацию Григория Ефимовича Распутина. Вы, думаю, слышали об этом. Да, слышал. Более клеветанной личности в истории мировой не было. Через него решили разрушить династию Романовых. Но вот он находится дома, раненый, на него покушение, не могли убить. И царь, начиная делать мобилизацию, родной брат царицы Александры, Алисы, Фердинандовны, говорит, не делай мобилизацию, Николай, не надо делать. Тому пришлось в ответ делать. Войну-то развязал Николай. А он говорил, Папа, если начнешь войну, погибнешь ты, дом твой, России не будет. Вот настоящий пророк в России был. И так и получилось. Мы никогда не достигнем того, что имела Россия в 13-м году. Никогда. Россия каждый год имела естественный прибыток от 3 до 5 миллионов человек. Какими темпами росла, что война все погубила. А царь только одно радовался, я полковник, полковник, то есть я воин, до гробовой доски. Так и пошел в гробовую доску. Получили свое? Ничего не поняли. Опять за старое беремся. За те же грабли наступать. Тогда послушаем дальше. А дальше вот как будет. Экклесиаста 3.8. Время войны и время миру. Это время Ивановской проповеди наступило. Время христианства. Когда иная война без меща и без копья. Откуда известно? Первый царств 13-22. Господь говорит так. Если мы согрешим, против нас будет весь мир поднят. Левитом 26-25. Левит 26-25 и 33. У меня отвещение и воздаяние, когда поколеблется нога их. Ибо близок день погибели их. Второзаконие 32-35. Дальше. Если будете упорствовать, говорит Господь Бог, то меч пожрет вас. И во устах Господней, говорят это Исаии 1-20. Вас я обрекаю мещу, и все вы преклонитесь на заклане, потому что я звал, и вы не отвечали. Говорил, и вы не слушали. Но делали зло и в овощах. Мы их избирали то, что было не угодно мне. Исаия 65-12. Вы успеваете записывать? Да, да, да. Исаия 65-12. Вот причина-то когда. Война где? Люди обезумеют от меща. Иеремия 25-16. И 25-29. Просто я буду местами подписания. Теперь. Плач 4 двери. Плач Иеремии 4-я глава 9-й стих. Дальше. Иезекииля 21-3. И 33-я глава 26-й стих. Амос 9-11. Амос. Захария 13-7. Малахия 2-2. Это почему именно война? Что она от Бога? И с ней бесполезно бороться. А надо идти под меч. Кого я посылаю под меч? Пойдет под меч, говорит Господь. Дальше. Когда пусть человеку и народу угоден Господь, он посылает своего ангела смещен. Числа 22-23. Бросает камни с неба. Иисус Новин 10-11. И даже лес, деревья погубят больше, чем воинское оружие. 2-е царство 18-8. Когда есть молитва с раскаянием в грехах, со слезами, то войско врага Гитлер в одну ночь окоченяет смертных мужчинек без единого выстрела. 4-е царство 18-я глава. Исайя 37-я глава. Иов 5-15-20. Стих 15-20. Иов. Дальше. А когда Господу угодно пути человек, он врагов натравлюет друг на друга. И меч одного против другого будет. Судей 7-27. И он спасает не луком и мечом. Осия 1-7. Но духом уст своих. Откровение 1-16. Оно несло острый меч, неизменное твое повеление, и, став, наполнило все смертью. Оно касалось неба и ходило по земле. Премудрость Соломона 18-16. Премудрость Соломона 18-16. Ибо Слово Божие острее всякого меча. Евреям 4-12. В руке Господа все концы земли. И в его власти не допустить рождения Мамая и Гитлера. Но когда вот люди согрешают, то меч призывается на них. Господь призывает его. Иеремия 25-29. И Господь говорит, я разливаю страшные войны по кругу земли. Третья езра 15-5. И пошлю против вас мещи летающие. То есть снаряды, ракеты. Третья езра 15-41. И Бог говорит, и кто отклонит этот меч? Что вы делаете? Куда вы людей посылаете? И третья езра 16-3. Вам слышно, нет? Да, да, все слышно. И все нации пойдут на вас. И не мечи на орала перекуют. Соседнее государство. Исайя 2-4. Исайя 2-4. Но серпы на копья. И орала, то есть плуга, плуги. На мечи. Для того, чтобы отомстить за отступление от Бога. Иаиля 3-10. Иаиля 3-10. Михея 4-7. 3. 4-3. 4-3. И нам повеленно перешагнуть из ветхозаветного состояния. А я говорю вам. Ефесянам 4-12. И тогда ничто в мире нас не отлучит от Христа. Даже война. Римлянам 8-35. Бог сделен сделать так, что при казни Патита, Патит 1-го июля по старому стилю. Тело его стало твердо, как железо. И меч сделался, как воск от ударов в шею. От ударов. Житие Емельяна. 18-го августа. Емельяна. Когда мы верны Христу, то твердость наша будет, как железо. А сердце врага сделается, как воск. А если Бог допустит, то и амафором во время литургии задушат еретики. Павел Исповедник 5-го ноября. В Ветхом Завете врагов было и законно, и достойно похвалы убивать. Это повслание Афанасия Камону. Маленько перепутали. А я с большой буквы я говорю вам. Благословляйте проклинающих вас. Как будто не слышали. Вы нигде это не прочитали. Благословляйте. А кто идет, те проклинают нас. Китай пойдет в Новом Завете. Даже спустя 3 века. 3 века. И даже более того, отцы все еще удерживались. Даже при христианских царях. От той ступени, где убийство на войне было непохвально и незаконно. Василий Великий, 8-е правило. Находящиеся на войне, идут на поражение супротивных с явным намерением. Не устрашить, не вразумить, но истребить их. Есть вольные убийцы. Чего еще пояснять-то? Это так толкует правило 13-е Василия Великого в Альсамон и Зонара. Даже ни нашего толкования не надо. Когда нет покаяния, война уже у ворот стоит. Судей, 5-я глава, 8-й стих. Судей, вы успеваете записывать? Да, да. Исход 13-7. Вот дальше я постараюсь вам просчитать, чтобы вы записали. Во 2-м веке перешедший в христианство философ Татьян, Татьян, считает убийство на войне так же недопустимым для христиан, как всякое убийство. А потому почетный воинский венок считает непристойным для христианина. Татьян, в том же столетии, во 2-м веке. Афиногор Афинский говорит, что христиане не только сами никогда не убивают, но и избегают присутствовать при убийствах. Смотреть. Дальше. В 3-м веке Климент Александрийский противопоставляет языческим воинственным народам мирное племя христиан. Но всего яснее выразил отвращение христиан к войне знаменитый Ориген, у которого многие святые были учениками. Прилагая к христианам слова Исаии, что придет время, когда люди перекуют мещи на плуги, а копия на серпион совершенно определенно говорит так, двоеточие, кавычки открываются. Мы не поднимаем оружие ни против какого народа. Мы не учимся искусству воевать. Ибо через Иисуса Христа мы сделали с детьми мира. Отвечая на обвинения с цельством христиан в том, что они уклоняются от военной службы, вот как, допустим, с вашей стороны, так, по мнению Исаии, если только Римская империя сделается христианской, так она погибнет. Ориген говорит, что христиане больше других сражаются за благо императора, сражаются за него добрыми делами, молитвой, добрым влиянием на людей. А что касается борьбы оружием, то совершенно справедливо говорит Ориген, что христиане не сражаются вместе с императорскими войсками. И не пошли бы даже и в том случае, если бы император их к этому принуждал. Так же решительно высказывается Тартулиан. О невозможности христианина быть военным. Не подобает служить знаку Христа и знаку дьявола. Говорит он про военную службу и далее крепости света и крепости тьмы. Не может одна душа служить двум господам. Да и как воевать без меча, который отнял сам Господь? Вложи меч твой в ложный. Неужели можно упражняться с мечом, когда Господь сказал, что каждый взявший за меч от меча и погибнет? И как будет участвовать в выражении сын мира? Вот дальше интересное выражение говорит знаменитый Киприан. Безумствует мир во взаимном кровопролитии. И убийство, считаемое преступлением, когда люди совершают его поодиночке, ну ночью вышел, убил, и именуется добродетелью, если делается в массе. Преступникам приобретает безнаказанность умножения ярости. В четвертом веке лактанции. Говорит тоже, не должно быть никакого исключения в заповеди Божьей, что убить человека всегда грех. Носить оружие не дозволено, ибо их оружие только истина. Дальше я буду говорить по житиям святым. 18 февраля, это по старому стилю, Папа Лев, святой, когда грозила гибель Рима, он вышел к Атиле. Запишите, Рим и Атила, предводителю гуннов. И варвар увидел двух ангелов возле первого вираха и отступил. Ни одного воина не выстояли. Ни милиции, ни щекиста охраняли митрополита будущего патриарха. Покоряйтесь народом, а с нами Бог так поют. Но так ли это? Чудо от принесения иконы Владимирской. Запишите, икона Владимирской Божьей Матери. И было несколько раз. 21 мая в июне 23-го и в августе 26-го церковь отмечает. От кого? Дальше напишите. От Махмед Гирея, через тире, Махмед Гирея, крымского хана. Да-да. В 1521 году без боя ушел. Дальше. От Ахмад хана, от Ахмад хана в 1480-м. От нашествия Тамерлана в 1395-м. Ну и дальше можно даже прочитать. Вот описание это по житиям святых. При благоверном князе Василии Дмитриевича II, Василий Дмитриевич II, это 1389-й, 1425-й годы. И митрополитий Киприяний, а Горянский царь, монгольский завоеватель Тамерлан, железный хромец, поднявшись с востока, покорил много стран, взял елец, умертвил многих христиан и похвалялся взять всю землю русскую, искоренить веру христианскую, направлялся к Москве. И страница 463-я, за месяц август, 3 августа, написано, сопротивление было настолько бесполезным, что о нем даже не помышляли достойно. Но открыли все храмы, и день и ночь шли молитвы к престолу Божию. А объявлен пост, как в Неневе, Тамерлан уже, когда принесена была в Москву из Владимира икона Божией Матери, был тревожный сон. Он метался в постели всю ночь и утром рассказал своим вождям о страшном видении на небе женщины необыкновенной красоты и с нею мужей, и как ему грозили они, предвещая в случае его похода на русских смерть. И хотя его никто не преследовал, он бежал в страхе. И давя друг друга, его войска бросали оружие и оставив свою добычу, поражаемой без пролития крови. И был путь его против давнего врага России, астраханского хана, которого он разбил. И сам внезапно где-то умер, и все войско его, как вода ушла в песок. И через 85 лет летописец пишет, кавычки открытые, нет ни оружия, ни мудрость человеческая, но сам Господь спас ныне Россию. Интересно, у меня зять, он историк, я говорю, а как вот вы изучали Тамерлан, какой Тамерлан? Ну, к Кельсу подошел. Ничего такого нам не преподавали, то есть объяснений никакого нет. Никак они вычеркнули. В Откровении, дальше записывать нужно, 19 глава, с 11 по 16 стих, помогает тот, кто праведно судит и воинствует, Господь. И Ефесянам, 6 глава, с 10 по 20 стих, и он покоряет Господь под ноги христиан, сатану и его служителей. Рильмонос 16.20 И тут придется большую выдержку вам просчитать, ну, придется. Третья Маковейская, 5.31.34 Третья Маковейская, 5.31.34 Шестая глава, второй стих, четвертый, тридцать первый. Седьмая глава, седьмой стих. Вторая Маковейская, восьмая глава, тридцать шестой стих. Девятая глава, полностью. И десятая глава, двадцать девятый стих. То есть, с неба, божественные всадники и крест в душе. Где известно? Никита, 15 сентября, житие. Никита, Константин, двадцать первого мая. Придется потрудиться, дорогой Николай. Когда же путь народа Божия не угоден во чех Божиих, то ни иконы, ни ковщик не помогут, но попадут в руки врага. Так, напишите, путь не угоден. Грешат люди. Третья царств, пятая глава. Первая царств. Первая царств. Володя, смотри за мной. Я плохо вижу. Борис, 5-2 мая. Борис, мужчина. Бесы боятся креста. Злой человек и креста не боится. Корнилий, игумен Ксковский, 20 февраля память, вышел навстречу Ивану Грозному с крестом. Он же, царь, приближився, выхватил саблю и отсек ему руку вместе с крестом. И этот сын убийца еще до Никона, то есть старообрядец, называется благочестивейшим защитником православия. Таких лютых не было даже у иритиков. Меч не пригоден для защиты даже за Христа. Вложи меч твой в ножны твои, в его место. Матфея 26-25. Запишите. 52. Матфея 26-52. 52. В его ветхозаветное место. Отныне же кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Откровение 13-10. Христос навеки убрал меч из рук своих последователей. Но враг не может на нас, не может просто так пленить-то. Говорят, а я говорю вам, плен, как и война, тоже есть наказание за грехи наши. Второзаконие 28-1. Плен – это наказание от Бога. Так у нас священники. Всех пастырей твоих унесет ветер, и друзья твои пойдут в плен. И тогда ты будешь постыжен и посрамлен за все злодеяния твои. Иеремия 22-22. Иезекииля 30-я глава 17-18 стих. И за это остались в плену написано. И вот пали отцы наши отмеща, сыновья наши, дочери наши, жены наши. За это в плену. В земле не своей до ныне. Вторая параллелепоменон 29-9. Первая ездра 9-7. Почему война и почему погибаем? Псалом 77-61. Написано. Я отдал в плен крепость свою и славу свою с большой буквы в руки врага. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно. И вельможи будут голодать. То есть, а я буду защищаться безумно. Будешь защищаться. Исайя 5-13. Это приговор Божий. 5-13. Исайя 46-2. И для живущих не раскаян, а таковые сегодня многие, плен будет продолжителен. Иеремия 29-28. Амос 6-7. Наум 2-7. 3-10. И падут отца стрия мечей, и отведутся в плен во все народы. Лука 21-24. А вот святых плен не страшил. Вот это отдельную тему. Запишите. Святых плен не должен страшить. Потому что это от Бога. Сирияне однажды пошли отрядами в землю и взяли в плен израильскую маленькую девочку. 4-я царств 5-2. 2-я параллельно 6-38. Игнатич, я могу не записывать, потому что есть же запись вашего видео, я потом посмотрю. Хорошо, запишите, все-таки запишите. Да. С позиции вечности. Так, 2-я параллельно 6-38. Это имеет силу только для тех, кто верит во Христа. С позиции вечности все выглядит иначе. Псалом 105-46. С Сирахов 48-16. У вас бумага кончилась? Да нет, у меня блокнот. Так, 12-го июня, не пожалеешь, Николаев, пиши. 12-го июня Петр Афонский, житя святых, обещал монашество, если из плена выйдет, и Николаич чудотворец вывел его. 4-го ноября Иоанники Великие. 4-го ноября. Не раз ходил в Болгарию, выводил пленных. А много ли Аникию храмов посвящено? Вообще про него не знают. 11-го Мефодий выпросил 900 пленных. Вот как надо воевать. 25-го июля Макарий Желтоводский отпущен был ханом, и с ним 400 человек. 11-го декабря Никон Сухой Печерский не пожелал выйти из плена, и Бог в цепях доставил его из плена. 23-го апреля Георгий Победоносец и он вынес от царя сына в юношу. 28-го февраля левый епископ отдал себя в плен за трех больных пленных, но в пути сам заболел и был усещен. 6-го сентября Ромил. Ромил. А вот дальше я буду называть то, что в войсках Трояна, который Веру, Надежду, Львову, Матерь, Софию убил, 98-й, 117-й год было обнаружено, вы эти данные не скоро найдете, 11 тысяч христиан. Это были языческие деспоты, гонители христиан. А разве они освободительные войны какие-то, или они захватические? Или это были не христианские специальности, быть наемным военнослужащим? Или слов Христа не убей, не клянись, не было? Кто клянется, в Златонусго даже в храм не запущусь через порог. 11-го ноября Виктор. А вот тут слушайте внимательно. Виктор, христианин, запишите. Христианин-воин. Узнали о том, что только тогда, когда его послали истреблять христиан, и он отказался это исполнять. А воевать это не возбранялось? И дальше считаем. 10-го октября, Феотекн. Было много христиан, воинов. Это вам сгодится, за войну. 30-го мая, Исааки Далмацки. Бог возвих вару раздуная, Бог возвих. А были тогда люди, которые понимали, что не надо воевать? Да, были. Вот сейчас записывайте, отказники, запишите. Святые отказники. Их церковь спрятала от нас. Надо до равных говорить. 7-го ноября. Все по старому стилю. 7-го ноября. Иерон. Старство Нидех Литиана, одного из слючейших гонителей христиан в начале 4-го века. Он повелел записать войско всех годных к военной службе мужей-юношей. Я беру это в кавычки. Но, дальше кавычки открываются. Из жития святых Дмитрия Ростовского. Иерон отказался идти с ними, считая для христианина вредным иметь общение и служить вместе с идолопоклонниками. Страница 136. Ну, это естественно. Извините, многие, я ставку, многие христиане отказывались служить в языческой армии. Даша, страница 136. Ночью блаженному Иерону явился ехта, одетый в белой одежде и возвесил ему кротким и полным любви голосом. Кавычки открыты. Спасение Иерон. Благовествую я тебе правым путем идешь ты. Так как идешь подвязаться за царя небесного, а не за скорой гибнущей славы земную будешь ратовать. Почему его нигде нам не говорят и не показывают? 21 апреля. В апреле? Да, даже тот же самый Георгий Победоносец. Тот же самый. Да, сейчас считаем. У него история похожа. 21 апреля. Ну, вместе с ним рядом ставьте Иерона, чтобы люди могли выбор сделать. 21 апреля. Страница 314. Мученик Феодор. Его никто не знает. Феодор. Феодор. Вместе с другими юношами был приведен Феодор на военную службу. Призван. Военачальник положил на него, как и на остальных юношей, воинский знак. Форму надел. Но святой Феодор немедленно сбросил ее с себя, сказав, кавычки открыты, я знаменован от чрева матери моей, моим небесным царем, Господом Иисусом Христом, и не желаю быть воином для другого царя. И был казнен. Вот нам путь указан где. 3 февраля. Роман Углишский. Не хотел сопротивляться Батыю. Страница 38. Почему? Не сопротивляться бесполезно, а спасти город и жителей, изъявлением покорности татарам. Кавычки закрыты. Дальше. 19 августа. Андрей Стратилат. Андрей был тысяченачальником, ну, полковником. От него уверен 2593 воина. 2593 воина. Запишите. 2593. И когда они уходили от преследовавших их, то вошли в ущелье, где не было выхода, и ждали своих убийц. К ним обратился святой Андрей с речью. Прямая речь. Друзья, братья и дети мои, ныне время благоприятное, ныне день спасения. Будем же ненадушны и твердо стоять в любви Божией, как повелел нам Господь, и не станем поднимать рук наших на преследующих нас, но поднимем их к Богу с молитвой, с благодарением за то, что Он, Бог, дал нам дожить до сего времени, когда мы получим наследие со всеми святыми, пострадавшими за Него. Итак, будем молиться Ему, как молился святой первомущенник Степан, когда иудеи побивали его камнями, говоря, Господи Иисусе Христе, прими души рабов Твоих, которые мы предаем в руки Твои. Когда они так молились, их настиг Селевк со своими воинами, а обнажив мечи и заскрежетав зубами, они как звери бросились на стадо Христова. Святые же воины Христовы, хотя как храбрые опытные в бою и могли бы защитить себя в этом тесном месте с одним только проходом от рук убийств, но подражая Господу, Господу, не Георгию Победоносцу, своему, как незлобивая агнце, отдались убийцам своим на заклание, преклонив колено, они протянули шеи свои на заколение под мечи, и воины Селевка без милосердия посекая их в короткое время всех истребили, пострадали воскресный день во втором часу дня страница 236 и вот в честь Феодора Стратилата храмов нету иерона, нету почему? нет поименованных храмов нигде а в честь Георгия Победоноса есть в Грузии их 364 кажется храмов страна Георгия Джорджия и вот я теперь покажу новую статистику запишите да я беру пока русские зарубежные церкви на 92 год 1912 335 храмов ищи Совин различных названий 78 такие данные у меня только зато моя наработка из них запишите Никольских из 335 Никольских 42 Покровских 30 Свято-Троицких 18 Воскресенских 17 дальше Александровских Серафимовских и Владимирских по 11 Михайловских 6 на первые 8 наименований составляющих 3% приходится 153 церкви то есть одна треть храмов дальше в Свяцах примерно эти данные вам сгодятся примерно 745 мужских имен в память святых да а храмы всего лишь 639 имен это же и в России на 20 тысяч храмов та же арифметика гамма спектр имен в честь кого названы храмы не увеличивается и даже более скуден то есть только в честь 5% мужских имен мучеников называются храмы в честь отказников иерона федора ни одного женских имен по святцам 250 по календарю а храмы названы в честь 12 святых то есть опять же эти 5% а 95% не востребованы забыты незнаемы народом почему да по той причине что скрыли и притом умышленно дальше чтим их в России икон щенотворных 301 а известны 210 а храмы названы в честь только 7 икон вообще смешно даже почему раньше на Руси употреблялось около 272 имен при наречении детяти 36% от всех имен по святцам я хочу показать что это целенаправленно делалось женских употреблялось около 103 имен то есть около 44% были в употреблении а для чего говорю а сейчас увидите ныне же в употреблении едва ли 55 мужских имен то есть 7% а у женщин едва ли 45 то есть 18 от общего числа из известных имен архангелов а их 9 откровение 12 7 8 3 иезра 4 1 тавита 5 8 5 20 в названии храма встречается только один архи архи архангел михаил в честь гавриила очень мало храмов а в честь и гудеил и других вообще нету и почему так все однобоко ущербно навязывают людям а люди откуда будут знать если нету так и в жизни имена батюшек везде никола ну к слову сказать я разговариваю с таким николаем александр и владимир и михаил и иван и петры и василий из народа выходцы так и в почитании святых еще сергии добавляется сегодня их дел вот почему безбожники постоянно муссиру только один подвиг святого сергия радонежского благословил на войну а вот читаем дальше епископ или пресвитер или диакон в воинском деле упражняющийся и хотящий удержать оба то есть римское начальство и священно начальство священническую должность да будет изверженность священнического чина ибо кесарь и кесарь ибо божий богу апостольское правило 83 дальше учиненным единожды в клир и монахам определили мы не вступать ни в воинскую службу ни в мирской чин иначе дерзнувших на сие и не возвращающихся к раскаяниям к тому что прежде избрал для бога предавать анафеме вот вам Сергий Радонежский вот и ослябий все 6-й вселенский собор 7-е правило а дальше просчитайте Иуда послание Иуда 9-й 10-й стих как нам надо вести себя и вот я интересно что нашел вы может быть знаете а может и не знаете есть такие рерихи да знаю и они считают себя перевоплощенными Сергия Радонежским я спрашиваю за что за что именно за что за что не за то ли благословение которое как говорится дал то только предсказал святой Александр Невский канонизирован 26 февраля 1547 года да так а жил 1219 по 1263 300-летие молчок да службы святому составленных Михаил Архимандрит Викентий первый храм в честь благоверного князя возникнут около 1630-го года в Москве а дальше слушайте что делается в настоящее время ну это писалась книга в 1893-м году надо понять когда в каждом городе обширной земли русской это в кавычки взято существует храм и часовня посвященная Александру Невскому только с 1789-го по 1880-й написано различными авторами 27 книг жизнеописания этого защитника земли русской 27 книг столетия прошли и пишут и пишут и святые воины не за воинские подвиги прославлены церковью мы Александра Невского не знаем мы знаем Алексея который имя он принял в схему да понятно да дальше читаем 1 царств 2.10 вы прочитаете я уже буду заканчивать да Иакова 3.14 сами найдите для чего я это считаю Сирахов сейчас так Иакова 3.14 Сирахов 15.12 Сирахов да Иов 13.7.10 И вот мы считаем Евдокия 1 марта житие ее святая Евдокия Камит Аврелиан ну это глава администрации не мог подступить с тогдашним ОМОНом к стенам монастыря молитва святой привела их в столбняк на многие часы и в скольких житиях видим что святые после смерти спасали попавших в беду Гурия Сомоновева 26 октября Дмитрий Солунский гнал врагов от города после своей смерти 24 ноября Меркурий вы знаете такого помолите Василия Великого киот иконы оказался пустой когда он молился против Юлиана отступника а в это время он неизвестно кем был поражен вниз живота и умер и тиран успел лишь сказать бросив запекшись со своей кровью в небеса ты победил галилеянин в скольких житиях звери львы и медведи спасали верующих или невидимая сила возносила их из рук мучителей или ослепляла врагов или бросаемые камни из святых поражали самих мучителей и пламя которым жгли бороду Харлампия повернуло на врагов и 70 из них попалило насмерть а я говорю вам не убей и вот теперь мы должны сказать что евреям 13.7 вошло в силу вот кому надо поминать не не тех которые явились убийцами искусственно их канонизировали а тех которые проповедовали вам слово божие и взирайте на кончину их жизни и подражайте вере их мы им и подражаем кого я назвал нас не мышца спасла Псалом 43-47 и третья езра 12.28 и вот когда 70-71 год пришел вожди народа готовились к свержению римского гнета и разразилось это бурей кровью и пылью до неба почему Христос и апостол нигде не призывали становиться вреды зелотов тогдашних революционеров народных мстителей сикарев кельжальщиков из-за угла чтобы освободить родину от захватчиков почему Христос не заповедовал дух патриотизма и не вооружил учеников чтобы освободить свою причистую матерь дорогую родину от вражеского плена патриот это человек любящий свое отечество преданное своему народу а какое наше отечество у христиан небесное да ефесянам 3.15 отец наш сущий на небесах и югова и чем светится имя его согласно 13 правилу Василия Великого у воинов руки нечисты и они отлучаются на 3 года от причастия вопрос за сколько убийств считаем за убийство в очреве детяти женщина отлучается на 10 лет второе правило Василия Великого во время японской войны Николай Касаткин да японский в 1905 году сказал в своей японской пастве так кавычки открыты молитесь за победу японского оружия да а сам закрылся в своей комнате и очевидно молился за кого один Бог знает чья молитва тогда победила кого Бог услышал ища молитву была в грех 1 Иоанна 5.16 Сирахов 34.24 тут много написано и кого Бог услышит евреям 11.14.15 Еремия 21.9 пример это Исааки Далмацки вот храм Исаакиевский собор в Питере и вот смотрите что Михаил Александрович Шолохов говорит удивляясь лжепатриотизму кавычки патриотизм это последнее убежище всех негодяев от каждого котелка как от червивой собаки за версту воняет патриотизмом земной патриотизм ведет к национализму высокомерию шовинизму лжепатриотизм естественно впадает в антисемитизм русофильство и русофобию небесный патриотизм это жертвенность полная отдача всего на алтарь евангелизации своего народа неприемная молитва о духовном пробуждении этого народа чтобы проповедь и богослужение и дальше были на родном языке люди понимали господь когда ученики хотели свести огонь с ним он говорит не знаете какого вы духа лука 9.25 не клянитесь вовсе мы должны воздевать руки чистые а какие чистые когда убийца руки не чистые 1 Тимофея 2.8 исход 17.9.12 Василий Великий 55 правило убийца если тот кто нанес смертный удар хотя бы и не первый был или только отмщал Василий 43 правило 8 и он подробно разбирает его здесь ну он же говорит о воинской службе я вот считаю не надо выборщик считайте то что было и это просчитайте да да ну я конечно писание священное нам возбраняет не только легкую рану но и всякое злоречие и хуление Колоссянам 3.8 и Фесянам 4.31 Игнать Тихонович я в принципе уже цифр ну как бы вы много дали информации то есть конечно хочу сказать что по каждой по каждой ссылке по каждой информации можно долго беседовать и разбирать каждый контекст то есть у нас сейчас многие смыслы как бы перемешались в вашей беседе вы начали говорить и о причинах войны то есть почему это посадить то есть немножко тема ушла от той которая изначально но оно конечно все взаимосвязано я согласен и конечно же я тоже признаю то что молитва и служение то о котором вы говорите оно более высокое чем брать в руки оружие и воевать но мне все таки кажется что есть что и так можно как бы спасаться для более тех духовных для более я не знаю людей которые познали Бога то есть отказываться от службы можно и так и можно и тот кто пойдет служить если он верует в Христа мне все таки кажется что тем более церковная традиция это подтверждает очень много противоречий есть и такие святые и такие святые очень трудно разобраться это все таки истина Николай не трудно разобраться я их привел тех которые согласованы с священным писанием а я говорю вам а то есть наоборот вот скажите вам сколько лет говорите 31 да мне 74 да на меня было покушение неоднократно и меня Бог спас но я этого не мог делать я сижу в байгерской рубке там сзади рубка на корабле я учусь в мореходном училище и в это время меня готовится убить я узнаю потом от убийцы убийца мне это скажет в это время приходит буквально за секунды до их прихода убийц приходит что меня выбросит за борт и меня нету приходит жена капитана пролова она белье туда развешала и она со мной никогда не говорила а тут у нее не кончается разговор а я матрос но я еще ничего не знаю ни про убийство ничего я возвращаюсь когда в свой порт Венсполс возвращаюсь к Карлу Розенбергу 18-4 и Меремей где я останавливался у них приходил в гости где я обратился они говорят братик у вас вот такого-то числа там это было в октябре у вас что-то было там такое опасное на вашей работе я говорю нет я просто занимаюсь там и все мы не знаем чего пришел кажется Путитис его звать брат один латыш высокий такой он сидел в заключении когда-то за слово Божие не православный приходит им говорит братья вот за это вашего нового брата который к вам ходит надо очень помолиться у меня сердце сильно тревожится какая-то опасность ему угрожает и мы за вас сильно молились я говорю ничего у меня не было я еще не знаю они говорят ну мы так молились мы все почувствовали содрогание буквально как будто у смерти вырываем вас теперь когда мне пришлось увольняться в это время его Володя было звать Боцман с Одессы и он меня завел там где называется канаты хранятся как рундуковое место и он говорит ты меня прости я говорю а за что тебя прощать да мы же тебя готовились убить я говорю а за что у меня отец он был проводником а я был хулиганистый пацан он был офицером когда-то у него тонкий такой портупея ремень был и он прижал а бабка моя верующая она на меня жаловалась и он меня страшно избивал порол и я тогда сказал если я вырасту живой останусь я верующим буду мстить на каждом шагу бабки то нет она умерла и он нашел первого верующего меня я открыто молюсь крещусь и вот теперь состыковалось все вместе и убийство его намерение и тот брат пришел молились бог спасет меня никто не мог спасти никаким образом так в моей жизни было это не один раз какие мне записки подбрасывали я один выходил ночью останавливал грабителей рядом у нас идут поезда грузовые грузовые линии и остановка с той и другой стороны как раз напротив моего дома и тут идет грабеж и вот они выбрасывают оттуда холодильники ковры масло а у меня две собаки я в уголовном розыске занимался я многими делами занимался и я один ночью заставил их все вещи обратно выброшенные затащить они дали мне слово что они не придут больше сюда я их отпустил на завтра меня милиция трепет они узнали это все кто был я говорю я дал им слово а они дали слово что больше здесь не будут и потом случится так что они меня будут защищать когда на меня нападут разбойники и один из них когда увидел это же это же лапки ну-ка отстаньте от него и они меня как доктора Газа Федора Фридриха сопровождают до дому Бог делает никакая моя сила ни самбо ничто бы мне не помогло Евгений Тихонович вот одна цитата ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро если же делаешь зло бойся ибо он не напрасно носит меч но Божий слуга отмститель наказания делающему зло то есть это не христианин это Божий слуга милиция слух там не было божий слуга милиция 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 КГБ они от Бога Божий слуга Божий Богу принадлежит то что власть от Бога а не то что Божий слуга верующий верующих не было апостол Павел говорит посмотрите кто из вас знат еще бы ради христиан туда допустили их вылавливали как Зайцев Божий слуга это означает не имеющая власть наказания это да но он Божий слуга все мы слуги Божии я говорю что Божий слуга всякая власть от Бога да да но не сказано что как бы он не спасется нет он не спасется он не верующий он пойдет в ад но он может быть и верующим почему не может быть служить знаку Христа и знаку дьявола я вам засчитал это а я говорю вам кто берет меч от меча и погибнет все не надо тут еще добавлять а можно по разному да ум свой скрутили я вам говорил для чего кончать семинарию только для того чтобы уметь все извратить и оправдать любое беззаконие для другого вам грамота не нужна для того чтобы бороться с ересями с еретиками с сектантами тоже же надо уметь с ними общаться правильно для этого и учить да какой да больше ереси чем у нас тут не найдешь нигде всякое заблуждение вот посмотрите я сижу дома я вообще не выхожу даже на улицу как они против меня воюют ужас один вы зайдите в интернет как они лютуют как они меня поносят какими словами епископы глаза мне не дали страницу удаляют вконтакте кто у вас нападки какие-то вражи никакие они просто два-три человека священник сказал с трех имен у нас и сказали заблокировали мы два дня только работаем опять заблокировали это лютые волки лютые волки 20-я глава Игнатий Тихонович я вот разговаривал со священником из нашей семинарии и он слышал нашу беседу вторую и он мне спросил будет к нам Игнатий Тихонович ехать в семинарию я говорю а что это возможно да он говорит ну я подниму вопрос на педсовете если батюшки не против мы бы вас пригласили пожалуйста в семинарии выступить перед студентами семинарии то есть запомните главное что у меня это во свете Библии как на суде Божьем слово Божье будет судить моя задача не по людьям не по людским отбросам бродить слишком долго это находится да то есть я надеюсь если будет положительный ответ то я вам сообщу тогда и может мы как-то мы подумаем тогда подумаем после всей поездки нашей когда мы закончим за границей север мы тогда можем войти в Украину у нас ход свободы туда ну да подумаем сначала надо все-таки узнать их решение они посоветуются педсовет будет и он сказал так я вам сколько мест писания назвал сколько святых сколько канонов ну очень много я просто не стал тоже вас затерщать я просто взял только половину из того что было по поводу воинской службы на самом деле тоже очень много есть святых высказываний воинской службы службы еще такой у меня простой вопрос вот допустим ситуация ну вы говорили что у вас были такие ситуации да когда там с бандитами вы сталкивались ну допустим человек не владеет таким даром слова может ну простой человек он верует ходит в церковь причащается но он еще не настолько духовно вырос он тем не менее занимался там борьбой или боксом и вот он видит ситуацию когда допустим девушку насилуют или там ребенка пытаются там ударить или может он заступиться он может делать он может палкой огреть но не убивать единственная мера не убивать он может грудью стать защитить чтобы его зарезали вот это он может сделать но не убивать я вот о чем говорю не уби осталось силе не убивать он может его скрутить может сам бы применить удары как говорится бой без правил что угодно но не убивать да потому что непротивление как бы злу тоже можно сказать некоторые считают это даже грехом если ты смотришь на преступление которое рядом совершается и не пытаешься его остановить это тоже я считаю что это не хорошо это не просто господь порол вещами из храма выгонял какое тебе еще доказательство самое лучшее да спасибо господи Игнатий Тихонович спасибо вам за беседу очень много вы всего сказали интересного надо читать узнавать познавать заметьте только что на ваше одно неправильное место ссылку на священное писание я привел вам их 180 вам это достаточно все таки я конечно должен сказать что многие ссылки которые вы приводили они не совсем были по теме они касались как бы того причин почему Бог посылает войны и так далее как это не как так в этом и смысл ну это да это как бы корень корень конкретного столкновения да нет войны бы не было церковь не грешли ой извините Игнатий Тихонович когда захватывают храм допустим приходят какие-то раскольники ну у нас это часто на Украине или греко-католики пытаются силой захватить храм то есть приезжают боевики как как противостоять на ваш взгляд тоже силой мы тоже противостоять Василия Великого посмотрите как хорошо ну в принципе вы сказали можно применять силу только главное не убивать главное не убивать все вы можете выждать милицию стать цепью 10 рядов перед дверью как он пишет в Латинской Америке их плюют краска обливает они стоят молодежь стоят я видел это в милиции служить по вашему на ваш взгляд можно или нет если бы можно было верующие шли бы туда нельзя во первых почему почему вы считаете что верующий не может быть милицией не может быть это связано с кровью с насилием с неправдой а если он будет жить по заповедям будет просто ловить вам 31 год ну что вы глупости говорите депутаты избрали депутаты и говорят а если в Думе депутат который честно поступает было два ну и где они обоих убили а было два склонных едва едва их переломили они должны быть такими вам слова не дадут сказать это невозможно вы же говорили что вы относитесь плохо к казакам как говорите как целяне вы имеете ввиду современных казаков или вообще всех казаков которые когда-либо существовали когда-либо существовали по сегодняшний день тогда были настоящие казаки но они не верующие и сегодняшние это просто ряженые как называют но среди них же было много верующих почему вы так считаете даже Дмитрий Ростовский из казачьей семьи ну из какой казачьей семьи ну разве это доказательство или казаки казаки то есть да это были Николай Николай посмотрите вот он был из какой семьи Илей Илей был первосвященником а два сына Офни и Финьес погибли за что за то что развратники были при храме жили с чужими женами их никто не мог спасти и через Самуила отрока Бог предсказал Бог говорит я снесусь их головы и сколько было на Кубани допустим или на Дону из казачьей что вышло священников я уверен что есть и святые среди них разве не так я не говорю откуда кто вышел мы спросили о казаках а теперь кто из казаков казаки это понимается некоторыми как народ целый ну понятно что это может быть я народ имею казаки это не народ это воинское служение зачем это народ какой он народ там могли бы идти украинцы там могли бы идти другой национальность или же признавали православие да но был период когда казаки уже как бы скажем так у них появилась такая даже пословица казаки от казаков ведутся когда уже были семьи казачьи у них рождались все их дети считались казахами даже в переписи населения писалась национальность казак Тихий дон Шолохова Тихий дон Да, да, да. Это уже понятно. Я вам ответил, и мой ответ вчера был тоже сегодня и в смертный час. Все, я понял. Спасибо, Господи. Ирнать Тихонович, ну, если у меня еще будут возникнуть вопросы и какие-то темы, тогда следующее воскресенье, да, можно вас набрать? Так, знаете, что вы все-таки делаете наклон к Слову Божию. Я отвечаю во свете Библии. Я понял. Вот для вас я подготовил такой материал, который берет 12 томов жития из всех святых отцов, канона церкви. Этот материал я дал вам огромнейший, полный. Более полного нет. Я маленько только не засчитал. Там Анзерского, Пафнутия, Воровского, Никандера, Макария. Ну, совсем немного было. Я вам, если что, в среди недели напишу, какую бы тему хотел обсудить, и тогда в воскресенье... А мне не надо. Любую давайте. Хорошо. Я не подготавливаюсь. У меня темы все готовы. Все. Спасибо, Господи. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Слава Иисусу. С Богом. До свидания. Молодец парень. Он всем понравился. Господь благословил его и сохранил, чтобы за защиту крови он не пострадал. Даже за то, что он говорил, он может пострадать. У Бога это все взвешено. Его кто послушает, скажет, там вот, Николай, он семинарию кончал, мне разрешено, чтобы с ним этого не было. Чтобы жизнь его Бог продлил и защитил его. Если бы он был без должности и где не учился, он бы отвечал, может, совсем по-другому. Я ничем не связан. Я говорю так, как есть. А им надо смотреть, что скажут воспитатели, руководители, кормильщики, кто их кормит. Поэтому мы не на одном уровне говорим. Спасибо. Спасибо. Спасибо.